привет вас я несколько раз говорил что китай очень заинтересован как можно быстрее закончить войну я понимаю что я говорю вы сразу думаете да не ну наверно что то не так нет как раз именно так почему смотрите тут опубликовали довольно интересную статью чисто экономическую про экономику китая вы знаете что коронавирус так сказать потряс экономику китая довольно сильно и наверное обратили внимание что китай очень как бы резко вышел за беде то у нее эпидемия закончилась и все быстро и когда он вышел была определенная фария что вот сейчас мы когда все сняли ограничение сейчас экономика китай и рвание и действительно за первый квартал рост 2 процента ну имеется ввп конечно это реально ввп китая за первый квартал 2023 года вырос на 2 процента ну понятно по сравнению с прошедшим но сейчас второй квартал а роста не будет ну все показывает на то что будет это шок честно говоря для китая как правило у них вообще них раньше было 57 процентов сейчас 2 а 0 то есть когда нет ну можно быть 0,2 это не рост вообще в китайское понятие называется двойное падение я не знаю почему так называют но они считают что если вот нет роста или рост очень маленький для экономики китай это страшно почему это произошло до сваливать на коронавирус что не вышло там но но главное война в украине и аналитики китайская сторона считает что она в украине привела к дисбалансу мировой экономики ну в общем то согласиться можно называть санкции они же ракошетом бьют не только по россии по другим странам и по этой причине да действительно санкции зацепили и китай но не нам не в лопа так по длинному до простой причине что вы же понимаете что до китай и россии как бы положил но вы поймете правильно то положить то положил и сырье покупает но и уж интересует чтобы в россию продавать можно было товар и там покупать а тут проблема в россии доходы упали все упали понимаете ну россия постоянно дороже оружие нет оружия китай не продает а смартфоны не продает но не то но не если только россии мире тоже нужно уж понимаете вот эти санкции зацепляет и вот самый свежий дуан и самый свежий щас говорю за практически пять месяцев пять месяцев 2023 года производство смартфонов и так дальше китае уменьшилось на 22 процента это очень много очень нет время от времени когда был коронавирус падал еще больше спорим но сейчас же они же как на деле что вот они снимут и будет рост не рост есть продать мальчик а это произведет больше продать кому получалось мировая экономика не готова к росту а экономика китая что правило нашли экспортный просто ориентирован экспортно зависимого народа экспорт если нет экспорта нет китая да китайский рынок громад потребляет спорить не буду это все есть это все учитывается на руководство китая очень 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 боится рост доходов китайскому населению очень тут есть опасность большая но перед там сети на расслоение очень сильно и не боятся если будет рост доход от расследия еще сильнее будет а это и социальные бунты конфликты и нежелательный перекос мать и старается сдержать запросы своих граждан а если будет больше больше импортов ну вы же понимаете что китай действительно довольно много и производит продукт питания импортирует он понимает что если запросы вырастут доходы вырастут то то китай может из экспортера стать импортером для них это страх просто они выжить не смогут и это да сильно ощущается да там в этой статье много пришли эти стали металлы нефти и поставки цена все 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 не так как хотелось то есть получилась ситуация что война в украине половала всю мировую логистику всю мировую цену смотрите что произошло китай поставляет вы знаете что основной покупателя китайского товара сша там вообще по большому счету производят сша а больше все покупает сша что произошло если взять только один май месяц цены на китайские товары которые поставляются в сша упали два процента ты их это сразу это все в долларах не в юань они хотят рост рост как падать сделали прогноз конечно какой же будет ввп точнее реального покидая на 2 3 4 3 4 квартала ожидается рост около 1 процента то очень в принципе там все же дальше розыграть новых четырех процентов трех на не один вот это действительно очень сильно поэтому причинить да действительно именно для руководства китая война не выгодна они действительно все 8 вы хотели чтобы она как можно быстрее закончится действительно все 8 вы хотели чтобы восстановилась нормальная логистика чтобы как бы европа больше покупала что-то россия больше покупала да в общем-то китай и лоббирует и выступает за снятие санкций против россии потому что вот ему не выгодно вот китай не выгодно он покупает дешево газ покупает дешево лес нет покупают покупают это не помогает но купил дешево продажи зараза все надо вот это да и по этой причине да действительно такой вот нюанс и это действительно не шутка что китай заинтересован как можно быстрее завершения войны это не шутера ради как бы это экономическая необходимость для руководства китай по этой причине когда вот коз китай заявляю что там верный план так дальше надо немедленно то это не не брава да не знаете не в рот видите это реальность просто причине что да действительно сейчас ситуация для экономики китай ночи нехороший давайте гост китай они всегда стараются прочитать наперед политика по этой причине когда они видят что 2023 будет провален потому что ну не один план кто же не планировали просто вот они срабатывать и близкие срабатывать то есть то что не ожидали в этом году роста не будет и их пугаешь а в следующем году это может повториться за тягами войны и и действительно пугает потому что вот чем беда кита она очень большой большая стратегия малейшие вот этой сдвижки сейчас официально официально вы знаете в китае стараются официально зарплату не показывает среднюю нет показывает по кусочка ну порядок стоять из да так вот смотрите по промышленности по промышленности безработица сейчас китай 20 процентов то есть другими словами работники я не знаю как они считают отдельно по аутро ну так китайцы то есть работники которые вот торстливые промышленности должны работать не торговой промышленность ему 20 процентов безработных это много даже для китая ну некоторые считают что китай общая безработица хроническая просто нету немножко прячки ну вот официально такой показ я говорю что у них действительно очень немножко сложно до обращаешь внимание что этот показатель даже во времена коронавируса был лучше не 20 процентов 18 знаете коронавирус а тут же они как бы вроде бы эпидемия закончилась рост урау вперед вперед война так что вот такая ситуация ну то навели бы не на путина продавили бьё и войну закончили да там есть свои нюансы может иногда это когда черт тебя знает понимаете китай это ж такая хитрая страна не хитрая слишком старая и дипломатия не старая и игра не старая так что ждем дальнейшее развитие событий по большому счету да действительно украина должна как можно быстрее победить уничтожить фашистской россии и с помощью китайской народной республики навести порядок на территории которую раньше называли российской федерации сейчас называется обычно китайская правильная рация расчет